Здравствуйте! В эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. Смотрите сегодня в выпуске. Почему закрывают мелкие продовольственные магазины? 20 предпринимателей приостановили свою деятельность. Третий раз за год расселенная деревяшка на Ломоносово 20 горит с завидной регулярностью. Безграничное творчество особенных детей. В городе состоялся инклюзивный фестиваль «Добрый лучик». Ремонт дизельной подводной лодки «Новороссийск» завершился в Севастопольском филиале Центра судоремонта «Звездочка». После перехода с Северного флота субмарина нуждалась в окончательной отделке и окраске. Работы выполнили согласно графику, несмотря на отключение в электроэнергетики. Бесперебойную подачу электричества обеспечивали собственные источники питания. Их поставили на Севастопольский завод по указанию Николая Калистратова, генерального директора головного предприятия. Деньги на телефоне должников неприкосновенны. Судебные приставы теперь не вправе списывать средства со счетов мобильной связи. Точку в споре поставил Верховный суд. Инициаторами ареста счетов выступали не приставы, а взыскатели с предложением списать долг благодаря мобильной связи в суд обратился некий потребительский кооператив. Судебный пристав отказался. Верховный суд решил, внесенные абонентам деньги представляют собой оплату услуг оператора связи. И с момента внесения суммы на счет клиент вправе требовать оказание услуг. Ведь рубли конвертируются в минуты, а их арестовать нельзя. С внезапной проверкой в городские учреждения культуры сегодня нагрянули члены консультационного совета. Музыканты и юные актеры не растерялись, и даже показали творческие номера. Концерт в музыкальной школе внеплановый. Сегодня гости, а значит нужно показать свое мастерство. В учреждения культуры с проверкой приехали члены консультационного совета при мэрии Северодвинска. Хотят оценить работу муниципальных школ. Первая в очереди 36-я музыкальная. Здесь бережно хранят традиции, на стендах вся история. Самое главное, что все-таки хранят историю. Потому что без истории нет ничего. То есть смотрят на сегодняшний день, кто раньше занимался. То есть людей этих помнят. Тоже очень важно. Безусловно. Должно переносить. Вы знаете, так приятно приходят малыши, как готовишки, смотрят, а это мой папа. Мне очень приятно, что все учреждения культуры живы. Люди творческие. Очень много нового появилось. В 36-й школе великолепный был концерт. Там был участник, который выступал по классу баяна. Вообще мальчик уникальный. Инструменты в школах уникальные. Приобретались за границей за счет городского бюджета. На австрийском рояле репетируют лауреаты международных конкурсов. Отметили члены совета и то, что в учреждениях культуры расцвели фасады. Есть проблемы, которые необходимо решать каждый день. Уборка улиц, освещение, обеспечение продовольствием и всем прочим. Но среди важнейших направлений это культура. Старожилы побывали также в художественной и третьей музыкальной школах, а также во дворце молодежи. Обсудили другие важные городские вопросы. К примеру, мероприятия, которые пройдут в следующем году в Северодвинске в честь 80-летия высадки первостроителей. Не выдержали конкуренции с федеральными сетями и закрылись. Более 20 местных продуктовых магазинов в этом году вынуждены были свернуть свою деятельность в Северодвинске. На месте маленьких розничных точек появляются крупные ритейлеры. Тему продолжит Валентина Приходько. Торговая сеть считается федеральной, если имеет как минимум 500 магазинов по стране. В Северодвинске продовольственную площадку заняла сеть «Магнит». Пока у нас нет других крупных ритейлеров в этой сфере. Поговаривают, что вот-вот откроется пятерочка, но никто этих сведений точно подтвердить не может. В Управлении экономики администрации Северодвинска говорят, что ни одна федеральная торговая сеть заранее не дает о себе знать в органы власти. По закону документы подаются только после открытия магазина, хотя даже этот пункт ритейлер «Магнит» не соблюдает. Не очень они любят взаимодействовать с территориальными органами власти, поэтому федеральный закон в данном конкретном у нас муниципальном образовании они не исполняют, сведения свои они не подают. В начале прошлого года в Северодвинске было 9 магазинов сети «Магнит». Один закрыли, но тут же появилось еще 5 точек. Это серьезная конкуренция для местных магазинов и региональных ритейлеров. Именно поэтому мелкие продуктовые закрываются. За 2015 год исчезло более 20 местных магазинов. Это нормальный элемент. То есть, скажем, торговую площадь мы не теряем, объемы набора товаров мы не теряем, потребитель у нас, скажем, потерять их не ощущает. Местных предпринимателей очень жалко, да, но такова у нас, скажем, бизнес, ничего личного, да. Как говорится, выживают сильнейшие. Что касается непродовольственных сетей, то у нас их пруд-пруди. Потребителя это радует. Мелкий предприниматель, опять же, терпит убытки. Подробнее о федеральных сетях, которые обосновались в Северодвинске, читайте в пятничном номере северного рабочего. Какие еще материалы подготовили корреспонденты, узнаем прямо сейчас. Свой юбилей отметила заслуженная артистка России Алла Сумарокова. В эту субботу она отпразднует его и с северодвинцами в Центре культуры и общественных мероприятий. Подробнее об архангельской певице читайте в материале Светланы Долговородовой «В северодвинске благодарные зрители». В эту субботу Конституции России исполняется 22 года. Какие правки вносили в нее за это время руководители страны, а также в какой республике мы живем, президентской или парламентской, вы узнаете из моего материала, как поправляли Конституцию. Урологические проблемы – бич нашего времени. О том, как предупредить заболевание, как правильно его профилактировать, северному рабочему рассказал врач-уролог Центральной медсанчасти номер 58 Игорь Водолазов. В материале о мужчинах и не только. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Напоминаем, ваши фото и видео ждем на электронный адрес, который указан на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. На телеканале «Культура» стартовал проект «Война и мир. Читаем роман», приуроченный к 150-летию произведения. Полторы тысячи участников из разных частей света читают отрывки из романа. Не остались в стороне и суровые полярники, сотрудники Национального парка «Русская Арктика». В их числе и северодвинец Андрей Старожилов. Он прочитал отрывок из второго тома про Николая Ростова. Также «Войну и мир» читают еще двое коллег по парку. Теперь о погоде. Слово Ольги Савиновой. Совсем скоро вернутся заморозки. Здравствуйте. О погоде на пятницу после анонсов. Смотрите далее в выпуске. «Цирковой лев» выступит для северодвинцев. Драмтеатр готовит премьеру «Приключения Бонифация». Третий раз за год расселенная деревяшка горит с завидной регулярностью. В младенчестве оказалась мать, героиня рубрики «Хочу семью» – семимесячная Даша. Безграничное творчество особенных детей. В городе состоялся инклюзивный фестиваль «Добрый лучик». О метео и астропрогнозах «Небесная канцелярия». Вас приветствует наш спонсор «Меховая фабрика Морозко». 11 и 12 декабря в ЦПИОМ «Белка» ломает стереотипы. Цена на шубы из мутона – 9 тысяч, а на длинную норку – 69 тысяч рублей. Приезд меховой компании «Белка» ждут покупателей по всей России. «Меховая ярмарка» начинает работу и в Северодвинске. Наши шубы вызывают всегда ажиотаж. За прошлый меховой сезон нашими изделиями порадовали себя почти 10 тысяч новых покупателей. И мы этим гордимся. 11 декабря по данным гидромедцентра в Северодвинске ночью минус 1, днем плюс 1, пасмурно – снег. Ветер переменных направлений слабый до 4 метров в секунду. Относительная влажность воздуха – 87%. Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 747 мм ртутного столба. В пятницу – новолуние, поэтому гороскоп предвещает эмоционально нестабильный день, что может принести немало неожиданностей и сюрпризов. Периоды спокойствия могут неожиданно сменяться бурной деятельностью. Возможно, резкие перепады настроения и даже странные чувства и желания. Зато завтра – отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими. А на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять. В старину в этот день гадали, считалось, что предсказания обязательно сбудутся, а зима набирает теперь обороты. Подготовиться к холодам поможет наш спонсор – фирменная меховая ярмарка «Морозка». 11 и 12 декабря в ЦК «ИОМ» шубы от 10 тысяч рублей. Фабрика «Морозка» – с ними тепло. А я прощаюсь с вами. До встречи. 11 и 12 декабря в ЦК «ИОМ» белка ломает стереотипы. Цена на шубы из мутона – 9 тысяч, а на длинную норку – 69 тысяч рублей. Приезд меховой компании «Белка» ждут покупателей по всей России. Меховая ярмарка начинает работу и в Северодвинске. Наши шубы вызывают всегда ажиотаж. За прошлый меховой сезон нашими изделиями порадовали себя почти 10 тысяч новых покупателей. И мы этим гордимся. Начало сезона распродажи в фирменном отделе «Штайнберг». Все коллекции осень-зима со скидкой 30%. Верхняя одежда и трикотаж. Австрийское качество, элегантность и стиль. Выгодный шоппинг со скидкой 30%. Приходите, одевайтесь, утепляйтесь. Фирменный отдел «Штайнберг». ЦУМ – первый этаж. Посмотрите «Вестник Северодвинска». И мы продолжаем. Героиня нашего следующего сюжета – Анижанка Даша. Правда, сейчас девочка – жительница Северодвинска. Пять месяцев назад от нее отказалась мама. Сейчас семимесячная Даша активно развивается. Любит плавать и играть. О том, как взять сироту в семью – в нашем следующем материале. Даша также успокаивает, когда взрослые ее берут на руки. Девочке всего семь месяцев. Родилась она в Ванниге. Там же в роддоме от ребенка оказалась мать. С двух месяцев девочка – жительница Северодвинска и дома ребенка Калибри. Она уже начинает ползать и переворачивается. Как Дашенька переворачивается. Вот так Дашенька переворачивается. Молодец. Даша любит воду в бассейне на активная плавчиха. Дравятся ей и все звучащие игрушки. По гремушке она учится перекладывать из руки в руку. В меру активная, эмоциональная, очень ласковая. И вот ей родители тоже нужны, чтобы были ласковые, ее любили. Чтобы любовь родительная принадлежала только одному ребенку, чтобы они смогли ей подарить эту ласку и заботу, в которой Дашенька нуждается. Потому что она совсем не с кружкой. В органах опеки утверждают, взять в семью сироту несложно. Например, ошибочное мнение, что усыновить или стать приемными не могут матери или отцы-одиночки. Не обязательно быть состоятельными материально. Требования предъявляются лишь усыновителям. И то не слишком строгие. Доход на каждого члена семьи должен быть не ниже прожиточного минимума. Ведь никакой помощи от государства они получать не будут. Если же это опекуны или приемные родители, то здесь таких жестких требований не предъявляется, поскольку на ребенка государство выплачивает пособие. Главное требование – желание и осознанность поступка. Закон позволяет взять ребенка всем деспособным гражданам. Они не должны иметь судимости за умышленное причинение вреда жизни и здоровью и медицинских противопоказаний, а также первой группы инвалидности. Что касается жилищных условий, значит, здесь тоже таких жестких требований нет. Естественно, должны быть удовлетворительные условия. То есть дом не должен быть, я не знаю, на боку стоящий. То есть, чтобы ребенку было где спать, играть, учиться и так далее. Придется посещать и школу приемных родителей. Занятия два раза в неделю. Вся процедура для приема ребенка в семью занимает от нескольких недель для опекунов-родственников до нескольких месяцев для усыновителей в связи с судебными разбирательствами. Наградой за старание станет счастливая детская улыбка. Уживая цвета. Уживая цвета. Марина Хохлова, Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Свердвинска. О судьбе циркового льва в Африке узнают северодвинцы. Драмтеатр готовит премьеру спектакля «Приключения Бонифация». Зрители познакомятся с новыми героями, туземцами, а после спектакля северодвинцев ждет встреча с новогодними героями и символом 2016 года. Сегодня в драмтеатре составилась репетиция спектакля «Приключения Бонифация». Самый умный, самый харизматичный, самый дипломатичный, самый добрый, самый-самый-самый. Мировая звезда в выступе для северодвинцев. На Новый год актеры драмтеатра готовят премьеру спектакля «Приключения Бонифация». По словам актера, главной роли Павла Варенцова со своим персонажем у него много общего. Он также любит детей и иногда устает от работы. Ради этого спектакля Павел научился ездить на уницикле. Мне надо было учиться ездить на одном предмете. Я где-то две недели падал, ноги разбивал. Это нормально. Даже синяки остались? Сейчас уже нет, прошли. «Приключения Бонифация» – это уже третья постановка пензенского режиссера в нашем городе. Над сценарием Владимир Карпов работал около года. По его словам, его приключения сильно отличаются от известного мультфильма. Схожа лишь сюжетная линия. Цирковой лев уезжает на каникулы к бабушке в Африку, здесь встречается с детьми. Пензенский режиссер добавил отрицательных персонажей туземцев. Они мечтают съесть главного героя. И вот этот конфликт, когда одни хотят поймать, другие хотят спасти, уже на эту тему можно фантазировать, размышлять и придумывать какие-то разные веселые, интересные истории. Вот чем мы, в общем, с артистами занимались. И надеемся, что зритель придет и не будет разочарован. Все это увидит и бурю эмоций, и яркие костюмы, и смеха, и радости, и замечательную музыку, и веселую картинку. Для приключений Бонифация пензенский композитор специально написал музыку. Премьера спектакля состоится 19 декабря в 12 часов дня. Для зрителей режиссер подготовил подарок. До 6 января всех зрителей ждет новогодний утренник. После спектакля в фойе их встретит Дед Мороз, сказочные персонажи и символ 2016 года обезьяна. Евгения Карелина, Наталья Гавдрахманова, Вестник Северодвинска. Архангельский студент попался на распространение порнографии. 18-летний молодой человек в социальной сети выложил в общий доступ в одной из групп порно-ролик. В ходе допроса обвиняемый в вину признал за распространение порно в сети интернет. Студент получил 1 год и 7 месяцев лишения свободы условно. О происшествиях в нашем городе в рубрике «Протокол». Вам необходимо организовать место для вещей? Вы хотите, чтобы дом стал любимым местом для вашей семьи? А может, вы грезите о кухне не хуже, чем в лучших домах Италии? Более 10 лет Центр Строй изготавливает корпусную мебель любой сложности. Уникальный дизайн, качественные материалы от ведущих производителей, эксклюзивная фурнитура – все, чтобы создать дом вашей мечты. Приглашаем вас в наши салоны. Кухня и мебель на улице Ломоносова, 64, и в Колизее на улице Советской, 27. Хорошая мебель любит только индивидуальный подход. Центр Строй одобрена вашей семьей. Сегодня около часа ночи пожарные вновь выехали по адресу Ломоносова, 20. Дом подлежит сносу и давно расселен. Все коммуникации отключены. На момент прибытия пожарных зданий полыхало открытым пламенем. На видеопожар запечатлел очевидец. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Дознаватели говорят, скорее всего, костер в здании развели люди без определенного места жительства. В здании не огорожено по периметру. Имеется свободный доступ в здание, что не исключает попадание туда лиц без определенного места жительства. То есть, скорее всего, там кто-то ночевал. А что касается причины пожара, то тут может быть разведение кострат. Этот пожар на Ломоносова, 20, уже третий за последний год. И пока неизвестно, когда власти примут меры, чтобы ограничить доступ в здания посторонних. Прикрывали грабеж действиями наркоконтроля. Нетрезвая уличная шпана не придумала ничего лучше, как напасть на двух прохожих и при этом представиться сотрудниками ФСКН. Все произошло еще в сентябре, ранним утром на проспекте Морском. Двое молодых людей познакомились на улице с парнем и девушкой. Заметив у тех наличие ценных вещей, решили ограбить. Представились изначально сотрудниками госнаркоконтроля. И свои противоправные действия сопровожали заломами рук, осмотром карманов. В итоге было похищено личное имущество потерпевших. Решили, что таким образом будет проще совершить хищение имущества. В итоге добычей псевдо-наркополицейских стал мобильный телефон. Сейчас молодым людям по статье грабеж может грозить до 8 лет лишения свободы. В сети появилось вот такое видео. Тихим, ничего не предвещающим вечером в кадре видеорегистратора появляется вазовская шестерка с сидящим в багажнике человеком. Судя по всему, хозяин шестерки катал друзей на ватрушке, привязанной к авто. Но вот один пассажир надувного средства передвижения явно не успел за скоростью транспорта. Удивлению владельца регистратора не было предела. Если вы стали очевидцем происшествия и сняли его на фото или видео, присылайте материалы на наш электронный адрес gtrk.sevsobacomail.ru Предложить свою новость наши зрители могут нажатием одной кнопки на сайте северодвинск.тв На одной сцене со здоровыми детьми спели и станцевали северодвинцы с ограниченными возможностями. Впервые в Доме Корабела прошел детский фестиваль инклюзивного творчества «Добрый лучик». Такое желание загадала Катя Алешина, соведущая фестиваля «Добрый лучик». Подобный концерт она ведет уже не в первый раз. Я в первый раз выступала малышом, я тоже там была ведущая. Тебе нравится вести концерт? Ты не волнуешься совсем? Ни капельки волнения? Катя учится в общеобразовательной школе наравне со всеми, и в классе у нее много друзей. Подарили ей подарок, и весь класс пришел сегодня на нее смотреть. То есть это очень приятно мне, как ее тете тоже. И вообще, сегодня смотрела концерты, вообще столько эмоций, очень понравилось. Фестиваль «Добрый лучик» проводится впервые детских концертов в Северодвинске масса. А вот в таком формате инклюзивного творчества еще не было. Инклюзивный – значит включенный в общий процесс. В данном случае речь идет о детках с особыми потребностями, которые обучаются в специализированных школах и детсадах. Они готовятся к выступлениям вместе с детьми из общеобразовательных учреждений. Они друзья. Ребятки наши все отзывчивые, все добрые. Они любят, когда с ними занимаются, когда с ними играют, когда они танцуют, поют. Поэтому отношения сложились очень хорошо. На фестивале присутствовали дети и старших групп всех детских садов Северодвинска и несколько школ. Всего было 13 номеров. Это песни, танцы и дефиле самодельных костюмов. Детки долго готовились и в конце не остались без презентов. Сладостям рады были все. Теперь фестиваль «Добрый лучик» станет для Северодвинска доброй традицией. Валентина Приходь, Кордион Саханько, Вестник, Северодвинска. 17 декабря, 19 часов. Кафе «Этажи». Презентация фотопроекта Сергея Курбана. Тату-персона. Эксклюзивная коллекция фотографий. Живой звук и феерическая атмосфера. Ты должен это увидеть. Вход свободный. Мероприятия поддерживают. Кафе «Этажи». Геометрия.ру. ГТРК Северодвинск. Кто же в этот Новый Год нам подарки принесет? КШП, КШП, все, что нам по душе. Я приехал, Дед Мороз. Всем подарочки привез. Мы знаем, что понравится вашим детям. Телефон 588-656. Вы не знаете, что подарить хорошему другу или любимому мужчине? Подарите сертификат магазина «Автомастер». Отличное решение. «Автомастер» больше, чем инструмент. Город Северодвинск. Улица Железнодорожная, 40А. Рядом с Мегой. Северный рабочий. Газета всех поколений. На все времена. До 31 января оформи полугодовую подписку на Северный рабочий и получи возможность бесплатно поздравить своих родных и друзей с днем рождения вместе с любимой газетой. Размести на ее страницах теплые слова и фотографии. Телефон 562783. Нам нужен диван. Я знаю одно место. Сеть мебельных салонов «Мягкое место». Приглашает за покупками. Скидка и подарок каждому покупателю. А также рассрочка без переплат. Постоянное поступление дубленок, курток, френчей, жилеток из натуральной кожи и меха. Большой выбор. Беспроцентная рассрочка платежа. Кредит. Магазин Евгений. Улица Ломоносова, 88. Вестник Северодвинска о спорте. Российская женская сборная по флорболу завершила свое выступление на чемпионате мира в Финляндии. Встречай зиму вместе с магазином «Спорттовары» и будь ближе к спорту. Новое поступление зимнего ассортимента по антикризисным ценам. Санки, лыжи, коньки, термобелье, лыжные ботинки от 999 рублей. «Спорттовары». Подари семье здоровья. Ломоносова, 78. Напомню, с 4 декабря в финском городе Тампор от 100 российской сборной защищали один из флорболисток команды «Наука». Руководил россиянками финский тренер Мати Кайпа. Главным помощником выступил северодвинец Анатолий Быков. В 1-16 финал наша команда потерпела досадное поражение от польской сборной и смогла претендовать только на места с 9 по 12. Накануне россиянки встретились с датчанками. В поединке равных соперниц все решилось в экстратайме. При счете 6-6 победный гол забили девушки из Дании. Сегодня наша команда сыграла свой заключительный матч со сборной Австралии. Россиянки были на голову сильнее соперниц и заслуженно победили с разгромным счетом 14-4 и заняли на турнире 11 место. Лучшим игроком матча была выбрана нападающая Мария Китаева. В этом сезоне команда «Океан» не перестает удивлять болельщиков непредсказуемыми результатами матчей. Накануне футболисты-строители устроили настоящую проверку боевых качеств команде «Океан». В этом сезоне футболисты «Океанов» серьезно целились на золото чемпионата города по мини-футболу. Усилив свой состав легионерами, моряки обыграли «Севмаш» и свели в ничью матчи с «Динамо» и «Северином». Очередная игра против команды «Строитель» казалось не вызовет особых проблем, но амбициозная молодежь уже в первом тайме показала, что недооценка соперника чревата неприятными последствиями. Футболисты «Океана», вышедшие на матч как на прогулку, тут же оказались в роли догоняющих. Молодежь «Строителя» грамотно использовала голевые моменты и до перерыва повела в счете 5-2. На второй тайм «Океан» вышел совершенно в другом настроении. Завладев игровым и территориальным преимуществом, гости стали отыгрываться и за две минуты до свистка повели в счете 7-9. Владимир Маркин сократил счет до минимального и после таймаута «Строитель» мог свести матч в ничью. Но игрокам не хватило точности. Отметим пять забитых мячей Евгения Уткина, которые помогли «Океану» выиграть со счетом 8-9. Мы просто вышли, не было настроя. Настроители думали, ну опыти, наверняка обыграем, а команда тоже очень серьезная. Ребята бьются до конца и из-за этого так получилось, что первый тайм минус 3-4 проиграли, но в концовочке собрались, забили свои, вырвали тяжелую очень победу. У вас прям какая-то проблема со вторым таймом? Почему опять не выдержали, не удержали такое преимущество? Не только со вторым таймом. У нас реализация проблемы большая. Много очень не забиваем. Не знаю, устали, наверное, поэтому не терпели во втором тайме. Эта победа вывела «Океан» на первое место, но на одну очко отстают «Северин» и «МЧС» «Динамо» и у преследователей по одной игре в запасе. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. На сегодня это все новости. Не переключайтесь сразу после Вестника Северодвинска. Смотрите программу «Спрашивали, отвечаем». Узнаем, на какую поддержку от государства могут рассчитывать предприниматели. И после не пропустите вечерний кинотеатр на диване от ГТРК. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Рыбачишь на тонком льду – рискуешь жизнью. Эта рыбалка может стать последней. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58-34-54. Хорошему хозяину – хороший подарок. При покупке многофункциональной машинки всего за 3390 рублей купон на 1000 рублей в подарок. Подробности в наших магазинах или по телефону 501-121. Продажа пиротехники по адресам. Торговые ряды на Беломорском, офис 103, рынок на вертолетке, корпус 1. Торговый центр «Пять шагов», бутомы 9, второй этаж. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Северодвинска извещает о проведении аукционов. На продажу выставляется нежилое помещение общей площадью 97,5 квадратных метров, расположенное по адресу проезд машиностроителей 24. Ознакомиться с документацией и иными сведениями об объекте приватизации можно по адресу Плюснина, 7, кабинет 129. Телефон для справок 58-01-06. Спонсора рубрики «Фирменная меховая фабрика Морозко». 11 и 12 декабря в Цкиом «Белка» ломает стереотипы. Цена на шубы из мутона 9 тысяч, а на длинную норку 69 тысяч рублей. Приезд меховой компании «Белка» ждут покупателей по всей России. Меховая ярмарка начинает работу и в Северодвинске. Наши шубы вызывают всегда ажиотаж. За прошлый меховой сезон нашими изделиями порадовали себя почти 10 тысяч новых покупателей. И мы этим гордимся. В пятницу 11 декабря в Северодвинске ожидается ветер переменных направлений слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба. Пасмурно, снег. Температура ночью минус 1, минус 2, днем до 1 градуса выше нуля. Спонсор прогноза погоды «Фирменная меховая фабрика Морозко». 11 и 12 декабря в ЦК «Ом» шубы от 10 тысяч рублей.